Знаменитого голландского художника и музыканта Дана Росенгарте, который приобрел мировую известность со своими студиями в Нидерландах и в Китае. Он создатель социальных арт-проектов, призванных исследовать отношения между людьми, пространством и технологиями. Желаем вам приятного просмотра. Субтитры создавал Дан Росенгарте, в кераме, который проснулся в полюте, он отбил на наго уровня и раскрылся в грязный полюс. Таким образом, у нас есть playgrounds, где дети могут играть еще раз. Но я надеюсь, что я думаю, что для этого, я хочу представить вам примером, когда это происходит, потому что это очень важно, если вам нужно сделать что-то случается. Это пример, когда это происходит. Это два года назад, в стране не так далеко от этого. Люди, которые испытывают эскалатор для первого раза в их жизни. И это происходит не так. Это происходит, ladies and gentlemen, когда мы только фокусируем на технологии, и мы забыли о людях. Они боятся, понимаете. Они нажмут на кнопку, и они остановятся. Все это за что-то для ничего. Интересно, что мы должны быть использованы к новым миром. Это иногда немного страшно. Но я люблю это. Когда, например, boss, mayor или leader, он говорит, что это хороший лидер. Смотрите, он стоит. Он ждет один момент, и затем он снова снова снова. В этом новом мир, между природой и технологией, мы должны быть использованы к нам. И мы должны научиться, чтобы просто не было. Просто не было. Но мы не знаем это очень сложный. Но мы не знаем это. Но почему я показываю вам это? Почему я показываю вам это? Это мы. Это вы, это я. Мы знаем, что системы меня меняются. Экономии или энергии. И, в то же время, мы тоже боимся. Мы не знаем это. Мы не знаем, что роботов берутся на работу. Мы не знаем. И, в то же время, это очень интересный момент. Потому что мы должны быть креативными. Мы должны смотреть на реалити с новыми глазами. И я люблю это, в то же время. Как мы можем подать эту технологию и люди? Это я. Это я. Это я. Это я. Это я. Это я делаю в студию. Тук,первых. Так, 선배unciан. По-десягу. По-десягу. По-десягу и духовному это д 접е herbs. По-десягу сам broadly,我知道, наши би回 — ставлю voltages. Это幸овная кожа – отети это не pand harvesting again. Например, такую массу. Этsheah людей. Я Feyzoн requirement. Святая хорошая штука — от Н하신 Valley. ЭтоubaисFF — отшколы imperial pesticides — laten использ Sachen — вeseжения. Здесь часть п направления леса. Здесь есть уровни церквistas. Сен-Повикос. Они spend a lot of time, money, energy, love on it. Only the problem with this kind of building is that in a way, nobody goes there. It's really sad. I've been there. It's completely disconnected from the daily life. It's a bit different in Moscow, but in France they have a problem. And so the mayor came to us and said, can you make something to make this place feel more alive again? И я очень люблю это вопрос, поэтому мы создали первую лотус-дорку для этого. Это внутри этого. Добавляем лицо немного? Возьмите немного. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаТорзо ДимаTорзок ДимаTоторезок ДимаТорзК ДимаTорзок ДимаТорзок И я думаю, что если это то, что мы делаем, и если это то, что мы действительно делаем, и если мы курьем и готовим, чтобы уничтожить эти идеи, то есть еще много будет исследоваться. И я надеюсь, что это то, что мы делаем в будущем. Хорошо, спасибо. Спасибо. Спасибо, мистер Розенхартер, за такую лекцию. И давайте у нас есть какие-то Q&A сессии. Уважаемые зрители, вы можете задать вопросы. Пожалуйста. Если у вас какие-то вопросы, также их можно задать на русском языке. У нас работают переводчики на площадке. Христианские, да. Для вас? Да, спасибо. Эта площадь слишком большая. А вы можете сделать это в английском? Да, да. Мы делаем это в английском. Хорошо. И так далее. Вы планируете какие-то проекты в Москве или в России? Может быть. Может быть? Может быть. Может быть. Я бы хотел сказать... Как мы можем сказать... Потому что в машинах очень важен, х! Машино в России, и он очень важен. Но все вместе с тем самим видением. Н ER, интересно, быть с тем, где-то интереснее. Если мы можем так думать, что... Как мы можем так делать. Да, да. Д SSо, да, да. Я бы хотел бы это сделать. Это мой 6-й день в Москве. Я не знаю, что я люблю. Она спросила, что я люблю. Да, это другая. Я люблю другую. Следующая вопрос. Да? Ран. Да, это вот здесь. Я люблю другую. Они не имеют в виду. Что касается фонд-райзинг? Вы работаете с государством или с другими компаниями? Где вы покупаете деньги? Фонд-райзинг. Да, деньги. Это зависит от того, что это очень хорошая вопрос. Потому что иногда мы имеем в виду в мире, или в городе, или в городе, или в городе, или в городе, или в музею, или в Ван Голг. И я люблю это. Если это хороший вопрос, то я буду думать о том. Но иногда мы задаем себе вопрос. Например, мы начали это. Мы начали investir время, и энергии в это. Потому что нет. Потому что у меня нет клиентов, которые мне говорят, что можно построить маленькие, потому что они не смогут. Так что они не смогут. Это отдельно. Но мы не можем найти баланс, где клиентов, а с собственными свойствами, и которые занимаются несколькими, чтобы начать инновидировать. Потому что клиенты относятся к вам. А как они обычно в разных встречах, или которые уже начали нахрен, И не всегда главный вариант, и чтобы найти баланс, сجенными решениями. То есть мы работаем с государством, Мы работаем с художественными людьми, и мы работаем с нами, и мы работаем с нашими клиентами, и мы работаем с нашими клиентами, и клиентами приходится позже. И тогда вы просто продаете свои продукты? Да, я могу слышать. Вы продаете их для других городов, как эти полуция-произоляции? Да, да, да. Да, да, да. So, sometimes it's a commission for permanence, sometimes exhibition, sometimes they pay a fee, sometimes it's a royalty, that depends on it. But the money is usually not a problem. It's more to find people who have the guts to do it for the first time. Because you know what happens in my life, in my world, which is really frustrating, is that when I start a new idea and I present it, a lot of people say, ah, it can never be done! Forget it! Not possible! And with the small free tower, we had that. And you know what the Beijing government said to me? You shouldn't tell them that, because they will get mad. Two days ago, what the government said to me, one person, he said, oh, that's a good idea. Why didn't you do this before? Two years ago, it was not possible. So you have to fight for it, you have to struggle. That's part of it. So that's the most difficult, to find people who will go with you, who believe in you. And you have only 16 people in your studio, or more. How many people work with you? Uh, it is 16, 17 people now. So process managers, BA, interns, architects, designers. But per project we work with more experts and external partners. So I think it's now 72, 80 people, yeah, on all the projects at the same time. Yeah. I never, I didn't know that it would become so big. It's still okay. There's still good people. Last question. Yeah. Thank you. Okay. Final, final question. You first, and then you. Yeah. Yeah. You can take it. Oh, thanks. Yeah. Have any experience working with artificial sound trying to create some kind of public space identity? Oh. So, if you had it, could you, like, tell us what kind of experience was it? I see. So, if you had it, could you, like, tell us what kind of experience was it? Sorry, Dave, did you? Have you ever tried to work with artificial soundscapes? Oh. Trying to create some kind of artificial identity of the public space? You, you did it? No, I did, I want to try. Okay. Maybe you did it. But how would I do it? I don't know. You, like, experience first and maybe you tried it before. Ah, yeah. But what, so what do you want to know? Like, I want to, I want you to tell me if you had had some kind of experience. Have you worked with the sound in the public space? Well, sound is an element in the projects that we do. For example, with the waterlichten, we made, like, an audioscape with a headset where you could download and listen stories of people who fought against the water or people who like the water or people who harvest energy from the water. But that was more about storytelling. Sound is a tricky one. Because it's, it's, it's something which is very fluctuating. To be honest, I'm more interested, I would love to create a place in the city where there's no sound. Where it's silent, eh? Can you imagine that you have a park or a playground in the city? Where there's no sound at all. Where you just sort of disconnected. That would be something I would love to work on. But I haven't done it yet. No. Okay, thanks. But you should do it. Yeah. We'll try it. Do it. Okay, final question. Lady Rebecca. Очень короткий вопрос. Каким вы видите города будущего? Wait. Language is in there. Очень короткий вопрос. Каким вы видите города будущего? Good. How do you see the cities of the future? Yes? Okay. Well, there are a lot of scenarios, eh? There are a lot of scenarios, so technology will become more important. And then you have two scenarios. You have George Orwell, eh? Where technology is being used to reduce people, eh? We become robots. We don't think anymore. Or it's Leonardo da Vinci, eh? Or the old Tesla. We learn technology to liberate, eh? To learn how to fly, to cure ourselves. So a good city is a place where you feel connected with your body, with yourself, with the world around you. It should be energy-friendly. It should be energy-friendly. I would love to make a city where all the waste for the other is somehow food for the next step. So it would be a circular thinking. But to be honest, I don't know. And in a way, the things that I showed you are designs or artworks, but there are also maybe prototypes for that city of tomorrow. So how is it going to look like? We don't know. But we will be part of it for sure. There's this famous quote of a Canadian author, Marshall McLuhan. He's a writer. And he once said, at spacecraft Earth, there are no passengers. We are all crew. And I thought that was such a powerful statement, eh? So we're not just consumers. We don't wait for government. But we make things. We make decisions. We make inventions. We make choices. And I think that utility is important to make a good city. All right. See you next time. Thanks. Cheers. Thank you.